Вчера на Троекуровском кладбище состоялось публичное прощание с Юрием Шатуновым. Тысячи зрителей провожали легендарного певца. По этой причине осталась незамеченной другая траурная процессия с участием Ярослава Евдокимова. Страшное горе настигло семью Ярослава Александровича. С разницей в 10 дней ушли из жизни самые любимые люди Ярослава Евдокимова. Поддержать артистов тяжелый час пришли известные личности российского шоу-бизнеса Владимир Винокур, Лев Лещенко и Александр Розенбаум. Сдержанный в обычной жизни Ярослав Александрович буквально рыдал у гроба любимого человека. Стало известно, что спустя 10 дней после смерти сестры Ярослава Евдокимова трагически ушла из жизни его супруга Ирина. Стали известны подробности печального события. Две недели назад Ярослав Евдокимов вместе с друзьями, женой и сестрой отдыхали в Алтайском крае и сплавлялись по горной реке Катунь. Несмотря на недавнее ДТП и почтенный возраст, Ярослав любит активный отдых и не изменяет своим планам. Однако нынешнее путешествие закончилось трагически. Река Катунь считается одной из самых опасных рек для туристических сплавов. Евдокимов, жена и сестра находились на одном плоту. В одном из крутых поворотов на горной реке плод ударился о камень, женщины потеряли равновесие и упали в воду. Ярослав попытался спасти любимых женщин, но смог вытащить из воды только свою супругу. По словам калеки друзей артиста после этого случая, Ярослав замкнулся в себе и перестал общаться с женой. Он не мог себе простить, что не спас любимую сестру. Недоброжелатели даже упрекали артиста, что он в первую очередь бросился спасать свою жену, а не родную сестру. Стало известно, что несколько дней назад Ярослав поссорился со своей супругой и уехал из дома. Однако спустя какое-то время он вернулся домой и увидел страшную картину. По словам медиков и полиции, жена Евдокимова приняла снотворное в огромной дозе, дом был пуст и спасти ее было некому. На данный момент рядом с Ярославом Евдокимовым находятся его близкие друзья Александр Розенбаум и Владимир Винокур. Артисты считают, что Ярославу требуется психологическая поддержка, ведь лишиться двоих любимых людей это тяжелейшее испытание.